Самая многочисленная колонна начала собираться рано утром. Бессмертный полк объединяет самых разных людей на портретах. Рязанцы, которые до 74-й годовщины победы не дожили, погибли в боях, пропали без вести или умерли уже после войны. Однако родные бережно хранят память о них. В бессмертный полк в этом году вошла большая колонна будущих врачей. Студенты Рязанского государственного медицинского университета вместе с преподавателями пришли отдать дань памяти своим родственникам. Уникальная история подвига каждого солдата. Васьков Василий Федорович, это мой дедушка, ушел воевать в Вяземском направлении. Немногим удалось выбраться и кто не погиб, их брали в плен. Мой дедушка оказался среди пленок, в бою он был контужен и не мог оказать сопротивление или застрелиться. Это мой прадед. Он практически прошел всю войну. Это единственная фотография, которая от него осталась. Он чуть-чуть не дожил до победы. Я пришла сегодня почтить память всех людей, которые боролись за победу, в том числе почтить память моего дедушки Факова Ивана Петровича. Он принимал непосредственное участие в военных действиях 25 апреля 1945 года под Дрезденом. Он руководил батареей наших солдат и разбил армию противника. Это портрет моего прадеда по маминой линии. Дошел до Берлина. Сам по себе служил, ну был связистом. Торжественные мероприятия на площади Победы начались с возложения цветов и венков к Вечному огню. Парад открыли курсанты училища ВДВ. На площади Победы проходит знаменная группа с государственным флагом Российской Федерации и знаменем Победы. В парадном строю знаменная группа с 10 штандартами фронтов Великой Отечественной войны. Под стягами курсанты батальона высшего образования десантного училища, отличники учебы, лучшие спортсмены. По площади прошел парадный расчет 137-го гвардейского парашютно-десантного рязанского полка. Курсанты Академии права и управления ФСИН России, Московского университета МВД России, Управление федеральной службы судебных приставов, а также учащиеся военно-спортивных классов. Рязанцев с праздником поздравил губернатор Николай Любимов. Безусловно, самыми почетными участниками праздника являются наши уважаемые ветераны. Каждый из них – настоящий пример самоотверженного служения Родине. Уважаемые ветераны, я от всего сердца поздравляю вас с Днем Победы. Крепкого здоровья вам, бодрости духа, долгих лет жизни, мирного неба над головой. Поздравляю военнослужащих Рязанского гарнизона, всех жителей области с нашим священным праздником – Днем Победы. Слава народу-победителю. Ура! Аплодисментами встречали на площади Победы ветеранов и участников Бессмертного полка. Праздничная колонна прошла до площади Ленина. Пора завершился вальсом Победы, принять участие в котором могли все желающие. Дина Исляева, Игорь Глотов, Сергей Данилин. Телекомпания «Город».